Привет! Добро пожаловать в рубрику Как в Роблоксе сделать за минуту Ну, наблюдения за этими машинками пожалуй, отнимут больше, чем минута Итак, как сделать для мини-игры допустим, у вас есть дорога, через которую должен игрок перейти Как сделать в мини-игре, чтобы ехали несколько машин, или ехал поток машин по разным полосам и автоматически доезжая до края дороги они бы телепортировались назад и опять продолжали движение Ну, естественно, как добавить скрипты что будет происходить по столкновению с машиной, с игроком это уж вы разберетесь, как делать посмотрите другие уроки или вспомните, как вы делали в обби, всякие мины и так далее Вот давайте посмотрим на это безобразие. В данном случае движется не модель а парт. Просто деталька А справа у нас модель такая, развыхабистая Сначала давайте с деталью разберемся Видите, что-то происходит А, ну, кстати, автор вопроса уточнил, что дорога должна быть ровная Вот Ну, мы видим, что у нас машина как-то... О, видите Что каждая поездка происходит довольно забавно Так, ну, давайте починим нашу машину А потом заглянем в скрипт Итак, выбрали Вот у нас деталька называется Car, я на нее наклеечку одну икал Вот наклеил Итак, что у нашей машины в свойствах Это даже без свойств Можно посмотреть сразу Home И так, так, так И она у нас не закреплена Если модель не закреплена то движок физический в роблоксе ее будет ронять до ближайшей поверхности Мы хотим сделать самое короткое движение Короткий скрипт который будет делать все это с телепортацией машин И поэтому мы все условия для этого скрипта создадим Итак, мы машину нашу закрепим Все, падать вниз она перестанет Она будет стоять на месте Так, ну и давайте посмотрим теперь как будет работать наш скрипт на который мы еще не смотрели Глянем Так, ну, у меня там пауза была 3 секунды Через 3 секунды начинается движение машины Вот И движение теперь уже ничем не омрачено И оно продолжается Получается у нас есть какая-то деталь которая означает конец движения автомобиля Эту деталь вы можете спрятать Желательно ее сделать таким же размером как и ваш автомобиль Почему? Потому что мы пользуемся службой Twin Service И у нас меняются координаты не только x, y но еще и z В данном случае у нас если мы разместим машину допустим давайте начальную машину если мы ее разместим повыше так то она с этого места и будет лететь на антигравитационных своих двигателях Естественно так можно сделать препятствия в лабиринте которые все время движутся по простому маршруту так можно сделать лифт который потом исчезает на этот лифт конечно можно встать и на нем поехать плавность движения обеспечивает Twin Service про него у меня есть подробный урок где я перевожу статью про Twin Service можете посмотреть ну вкратце я и так расскажу и так понятно что тому человеку который задал вопрос ему нужно чтобы машина ехала по плоскости по плоскости просто естественно машины в виде кубиков как-то не очень смотрятся даже с наклейками хотя в каких-то мини-играх такой способ вам подойдет поэтому давайте рассмотрим движение движение модели я уж не стал делать полноценную машину но здесь есть нюансы к сожалению тоже работа старые способы не работают полноценно теперь вот появился простой способ для движения для твининга еще я хотел сказать что когда у нас идет твининг какой-то детали то меняются только координаты так что есть шанс что взрывом или игрок он развернет вашу модель и модель будет ехать боком например но это уже другой вопрос итак давайте попробуем сделаем движение нашей модели и я расскажу в чем здесь нюансы создания модели итак давайте расскажу про скрипт немножечко получаем твин сервис твин сервис это такая штучка которая позволяет менять одну величину или несколько величин до других этих значений без всяких циклов без лишних переменных так дальше парт в ней храним то что будем двигать сейчас это была машина просто обычный парт с наклеечкой мы ее сейчас давайте заменим на модель посмотрите как отличается модель ну я мог здесь через точку написать но не важно game workspace our model наша модель вот она модель открываем тут видите много частей давайте посмотрим так давайте посмотрим как модель сделана свойства модели у модели обязательно должна быть задана primary part главная часть когда в модели мы двигаем какую-нибудь часть которая задана как главная все остальные должны повторять те же движения но ну движения за этой деталью так что если мы будем двигать главную деталь то в принципе все остальные детали этой модели будут следовать за ней не меняя свои свое положение относительно детали но чтобы все работало нормально мы создаем деталь например вы взяли готовую деталь машины не берите сразу сложную деталь деталь извините модель из тулбокса например лучше создайте сами желательно нежелательно как в моем способе который в принципе описан на форумах как относительно работающий и относительно свежий всегда создаем невидимую деталь вот у нас есть невидимая деталь она у меня называется парт 0 остальные я даже не переименовывал я ее делаю полупрозрачной transparency где-то я тут изменил это вы все знаете этой детали видно быть не должно просто я вам для демонстрации ее оставил и к ней прикрепляем детали как мы к ней прикрепляем детали берем и создаем свариваем создаем связку детали где у нас все делается модель вкладка выбираем парт 0 главную деталь и допустим привариваем к ней вот эту у меня ребята здесь экранчик по сравнению с моим ноутбуком выбираем тип соединения world и выбираем что соединяем видите тут режим у меня здесь включен режим показывать связь соединения деталей друг с другом и вот видно что из центра этой детали идет такая линия и я хочу соединить ее с какой-то другой деталь например вот с этой вот мы видим что у нас есть связь я соединил все 4 неглавные детали с главной деталью для того чтобы при движении главной детали ничего не падало ничего не ничего не оставалось на полу так что же я дальше сделал у каждой части я убрал вот этот якорек якорь мы потом добавим только в часть 0 давайте посмотрим как у нас двигается к скрипту я еще вернусь давайте посмотрим как у нас двигается наша модель ну я полагаю что здесь будет та же печальная ситуация что и с деталью видите уже видно что движения движения разные в конце пауза в одну секунду и за эту одну секунду после твина у нас успевает машина немножко упасть вот сейчас она рельеф пыталась повторить вот сейчас не доходя до рельефа уже в разнос пошла выглядит конечно это весело но для игры нам не годится что делаем как я уже сказал что якорь убираем из всех деталей вот якоря нет а давайте добавим якорь только в главную часть главную деталь внутри нашей модели и давайте попробуем запустим все другие свойства тоже у вас на экране были всех деталей вы можете остановить перемотать и посмотреть ничего там сверх естественного нет так вот закончился твин одна секунда прошла но так как у нас якорем закреплена главная деталь она не падает соответственно не падают и приваренные приклеенные к ней другие детали все мне кажется что таким образом можно теперь собрать машину из деталей будет все отлично так ну и возвращаемся к скрипту я его сейчас вам расскажу как он работает скрипт простой что-то подобное в моем уроке про твининг было уже итак здесь выбрали деталь которую мы движем двигаем мы могли на самом деле на нашем поле указать координаты например вот здесь координаты 0 0 0 3 0 но всегда же удобно иметь деталь которую мы можем сдвинуть например вот сюда неважно вот сюда куда-нибудь и запустить нашу машину и посмотрите она поедет сейчас в то место которое у нас отмечено этой детали чем задавать вручную координаты вы кстати можете сделать скрипт внутри папки какой-нибудь но не важно группировать так чтобы для каждой машины была своя деталь и ссылаться на эту деталь не как у меня в скрипте а как вы привыкли делать например скрипт точка parent и так далее там уже искать эту деталь итак эта деталь синяя к которой должна двигаться машина а потом телепортироваться назад и снова двигаться вот эта синяя деталь она у нас называется деталь our target наша цель в принципе вот она здесь написана так тоже ждем когда появится подгрузится эта деталь заносим ее в переменную и из этой переменной из нашей детали нам нужны только координаты позиция дальше про это я сейчас разъясню поподробнее мы должны наш твин настроить сколько секунд должна двигаться машина сколько раз повторяться должна ли она ускоряться вначале а потом тормозить и так далее это вы все сможете посмотреть подробно в уроке по твинам по службе твин сервис робокса давайте теперь перейдем буквально к концу здесь мы ждем 3 секунды вы видели в начале здесь мы заполняем такую табличку цель чего же мы хотим достигнуть мы хотим чтобы сифрейм в котором хранится позиция нашей машинки он был вот таким создается новый сифрейм обязательно new where to move это у нас переменная в которой хранится деталь куда мы должны доехать our target можно назвать было тоже our target но это не важно точка позиция мы отсюда берем позицию нашей детали и создаем с помощью этого конструктора cframe new новый сифрейм по сифрейму посмотрите урок отдельно у меня есть небольшой поэтому сифрейм нужно делать наверное серию уроков потому что тема очень важная я только азы рассказал итак сифрейм чем он отличается от позиции что в сифрейме хранится не только позиция но еще и углы поворота куда повернута ваша машинка куда она смотрит лицо своим итак вот цель мы определили а где же у нас начало а началом считается текущее положение вот где у нас машинка находится вот это и есть ее начальное положение мы можем в принципе ее сейчас сдвинуть только двигать ее нужно ну не важно допустим вот так и у нас это уже считается начальным положением машины естественно у нас если будут по прямой по какой-то дороге ходить машины то вы должны напрямую и располагать начало начальную точку машины саму машину ставите и финальную точку так дальше теперь создаем твин для этого мы вызываем твин сервис чтобы роблокс нам помог пододвинул вот эту вот деталь деталь в данном случае у нас деталью является модель нашим здесь может быть конечно деталь здесь может быть любая таблица что угодно но мы используем именно так для движения для того чтобы сифрейм чтобы позиция нашей машины стала новой так инфа это вот настройка твина сколько секунд двигать сколько раз повторять и так далее гол это цель цель на которой машина должна остановиться а здесь просто запускаем уже твин здесь можете вы конечно условия сделать что по условию запускать тогда-то но если вы его запустили у нас здесь скрипт не останавливается следующая строчка начинает выполняться но это не важно твин будет работать параллельно пока вы его не остановите как его останавливать тоже смотрите большой урок про твины ну давайте напоследок вот я здесь прокомментировал но еще раз расскажу как же можно настроить наш твин первым параметром кстати можно вот так вот сделать если вы хотите чтобы только один раз совершилось действие то можно вообще создавать только с одним параметром первый параметр создания нового новой информации твин инфо это сколько секунд так второй параметр как будет у нас двигаться как будет происходить твин изменение величины ну здесь я выбрал такую такой стиль линейное линейное изменение значит машина будет ехать с одной и той же скоростью тоже смотрите подробнее урок я ссылочку дам в конце про службу твининга робокса второе как применять этот стиль либо в начале движения либо в конце либо в начале и в конце ну здесь я применяю в начале и в конце но это совершенно не важно если мы выбрали линейное движение то машина у нас будет всегда двигаться с одинаковой скоростью а скорость вычисляется как задача по вам на третий класс 6 секунд вот за 6 секунд у нас машина пройдет из точки начальной где она стоит до точки где у нас находится синяя деталька our target так дальше что за минус 1 сколько раз повторять давайте если мы сюда поставим например 2 и запустим то у нас наша машина 2 раза сделает свое движение и остановится давайте посмотрим как это происходит вот машина едет кстати видите она погружается в землю вам нужно поднять наш наш our target повыше и вообще сделать его чтобы вам ну не париться сделать размером с машину на самом деле я расскажу в следующих уроках более крутые движения как сделать NPC чтобы искали путь и ходили по местности чтобы сами ходили по мостикам и так далее возможно вы от такого способа как мы сейчас рассматриваем простого минутного откажетесь так ну вот машина два раза проехала и остановилась можно конечно сделать очень большое число но вот смотрите допустим вы запустили вашу игру в нее зашло 10 человек и эти 10 человек ну не 10 человек 9 из них пошли спать а 10 остался он забыл свой компьютер он включен и в это время машины едут 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 день и ночь и они 10 тысяч раз наездят и машины все остановятся на следующее утро 9 человек которые вышли из игры приходят опять в вашу игру смотрят а машины остановились и вот юные читеры побегут через дорогу с остановившейся машиной поэтому здесь есть такое особое значение минус 1 это значит бесконечно повторять а вот эта вот штука false когда дойдет до конца движения машины можно его зеркально повторить назад как бы по тому же пути чтобы она шла в начальную свою точку давайте посмотрим как это все выглядит если мы сделаем вот в принципе все очевидно и параллельно параллельно с движением можно менять цвет объекта можно что-то еще делать но тоже смотрите большой урок по вин сервис вот она пошла назад не забудьте про якорьки и про то как правильно закреплять детали в модели иначе будут проблемы ну в общем вы видите что она туда и обратно и она так будет двигаться бесконечно так а если здесь false то она будет телепортироваться в начало и начинать свое свое движение именно то что просил зритель который меня попросил рассказать такое движение для машинок так ну и последнее это задержка в секундах после каждого твина после каждого движения допустим давайте сделаем 5 секунд мы увидим сейчас реально что же произойдет машина мне кажется что она там тоже 5 секунд ждала вот здесь она должна остановиться и ждать 5 секунд 1 сейчас телепортнуться в начало поехать ага ну понятно в начале там была пауза в общем после каждого движения она будет останавливаться а если мы сделаем движение туда и обратно то она будет останавливаться еще и в том конце но этого нам нашему зрителю не нужно итак ссылка на твин сервис который может делать просто шикарные вещи для поворотов дверей и так далее смотрите урок более подробный на этом простой урок заканчиваем конечно же подписываемся ставим лайки пишем комментарии потому что я отвечаю на вопрос в комментариях если какую-то интересную тему зададите то сделаю урок по этой теме и колокольчик можно поставить ну все пока